Князь Алексей Григорьевич Щербатов, генерал от инфантерии, генерал-адъютант из московских князей Щербатовых, в июне 1843 года сменил Д. Голицына в качестве московского градоначальника и занимал эту должность до своей кончины пяти лет спустя. Биография. Сын верейского уездного предводителя дворянства князя Григория Алексеевича Щербатова и его второй жены Настасии Николаевной, урожденной княжной Долгорукой, правнук сенатора Фага Долгоруковой Г. Урусова, старший брат генерал-майора Николая Щербатова, 10 апреля 1782 года, был зачислен фурьером в Лейбгвардии Семеновский полк 1 января 1792 года, произведен в пропорщике этого полка. 5 апреля 1799 года повышен до чинополковника. 27 октября 1800 года до генерал-майора, получив также назначение на должность шефа Тенгинского мушкетерского полка. 23 сентября 1804 года вышел в отставку по семейным обстоятельствам. 4 сентября 1805 года вернулся на военную службу с назначением шефом Костромского мушкетерского полка. Участвовал в войне четвертой коалиции в 1806-1807 годах. Проявил храбрость в битве при Галамине при прессе Шеллоу 8 февраля 1807 года, 29 января. 1807 год был награжден за отличие в боях ордена МСВ. Георгия 4 класса номер 707 вольт марте 1807 года. Щербатов вместе с находившейся под его командованием резервной бригадой прибыл на помощь русским войскам. В Донцико принимал активное участие в обороне города, осаждаемого французскими войсками под командованием маршала Лефевра. Наполеон предложил русским войскам почетную капитуляцию, но Щербатов отказался, заявив, что будет сражаться против французских войск еще хоть целый год. 24 мая 1807 года он был взят в плен. После подписания Тильзитского мира 7 июля 1807 года вернулся в Россию. С 1808 по 1810 год в составе Дунайской армии воевал против войск Османской империи и получил тяжелое ранение в грудь во время осады крепости Шумулы. Когда его рана зажила, Щербатов вернулся к военной Сжубе. В 1812 году он возглавил 18-ю пехотную дивизию 3-й резервной обсервационной армии, находившейся под командованием Тормасова. С этого времени участвовал в различных сражениях. 25 июля 1812 года Щербатов во главе русских войск разбил под Брест литовском французскую кавалерию, вынудив солдат Великой армии оставить город. 27 июля 1812 года в бою под Кабрином одержал, как считается, первую заметную победу русских войск в этой кампании. Сражался под командованием генерала Тормасова при городичной против войск под командованием генерала Ренье. Из разногласий с Тормасовым генерал Каменский перевел Щербатова командовать 3-й корпусом западной армии, возглавляя которой он участвовал в боях в окрестностях Борисова. Впоследствии в составе русских войск, находившихся под командованием маршала Петра Витгенштейна, сражался против французских войск на высоте студенка. 22 ноября 1812 года получил орден СВ Георгия Третьего Кайл, номер 254. Кроме того, за второе сражение под Полоцком он был награжден орденом Святого Владимира Третьей степени. 23 мая 1813 года произведен в генерал-лейтенанты. Период с января по апрель 1813 года вместе с русскими и прусскими войсками под командованием адмирала Павла Чичагова участвовал в осаде французского гарнизона в Торни. Во второй половине 1813 года возглавил 6-й пехотный корпус. 5 июля 1813 года в битве под Кюниксварт и он, командуя 6-й пехотным корпусом, одержал победу над итальянским корпусом и захватил в плен 750 человек, включая нескольких генералов. Во время битвы под Бауценом был тяжело ранен. Последние 6 месяцев 1813 года возглавлял 6-й пехотный корпус, находившийся тогда в Селесской армии. Участвовал в так называемой битве народов под Лейпцигом и в сражении на реке Катсбах. После битвы под Лейпцигом был награжден золотой шпагой с алмазами. Под Лювенбергом он разбил войска генерала Пюта. За этот успех был награжден орденом СВ Александра Невского. 29 января 1814 года в битве под Бриенном, по-прежнему командуя 6-й пехотным корпусом, отличился захватом 28 орудий противника и 3000 пленных. 17 января 1814 года получил за этот успех орден СВ Георгия 2 класса номер 62. Во время французской кампании проявил себя при взятии Суассоной Парижа. После окончания войны с Наполеоном возглавлял 18-ю пехотную дивизию. 9 апреля 1816 года назначен командиром 6-го пехотного корпуса. 30 августа 1816 года назначен генерал-адъютантом. 12 декабря 1823 года произведен в генералы от инфантерии. 25 ноября 1824 года возглавил 4-й пехотный корпус. 16 сентября 1826 года ему было поручено на командование 2-м пехотным корпусом. 6 октября 1831 года сделан шефом Костромского пехотного полка. 11 июня 1832 года председателем генерала-адъютариата. 2 апреля 1833 года вновь шефом Костромского егерского полка. В 1831 году Щербатов участвовал в сражениях против польских повстанцев. В сентябре 1831 года принимал участие в захвате Варшавы русскими войсками. За польскую компанию был награжден золотой шпагой, усыпанной алмазами и лаврами. 13 декабря 1835 года вышел в отставку по болезни с мундиром и назначением полной пенсии. 24 апреля 1839 года Щербатов вернулся на военную службу с назначением шефом Костромского егерского полка. 18 апреля 1844 года назначен членом Государственного совета. 6 июня 1843 года временно исполнял должность московского военного генерал-губернатора. Вступив в должность генерала-губернатора, Алексей Григорьевич Щербатов начал бороться с загрязнением города и детским трудом в ночное время. По его предложению была создана комиссия, имевшая целью провести исследование уровня загрязнения, причиняемого прибрежными заводами рекам, протекающим в Москве. Он также известен прошением, которое подал на имя императора Николая I. В этом прошении Щербатов осудил явление детского труда. В ночное время император поддержал подход Щербатова. В 1845 году монарх по представлению комитета министров издал указ, предписывающий владельцам фабрик, на коих производятся работы по ночам, чтобы они малолетних рабочих 12 лет и моложе не назначали, смена с полуночи до 6 часов утра. Во время своего пребывания на посту генерал-губернатора Москвы заботился о реализации архитектурно-градостроительного плана, созданного его предшественником. В 1843-1844 годах рассматривался вопрос о перспективе создания парков Сокольничьей и Оленей Рощах. 10 октября 1843 года был удостоен высшей награды Российской империи Ордена С.В. Андрея Первозванного за постоянно ревностную, отличную и долговременную службу, усердие и готовность к исполнению временной должности по Главному управлению Москвы. 6 мая 1848 года подал в отставку с губернаторской должности по болезни и умер вскоре после этого. Похоронен в Голицынской усыпальнице Донского монастыря рядом со своим предшественником Д.В. Голицыном и другими родственниками второй жены. Награды Ордена. С 1809 года княжна Екатерина Андреевна Вяземская, дочь генерал-поручика Аи Вяземского, сестра поэта П.А. Вяземского и второй жены историка Н.М. Карамзина, умерла неожиданно, будучи беременной, имея от роду всего 20 лет. Сам князь Щербатов писал об этой трагедии. Накануне Нового года она занимогла зубной болью. Казалось безделица, как вдруг открылась жестокая нервная горячка. Все употребленные средства были тщетны. 3 января ее уже не было. Никакие слова не могут выразить моего отчаяния. Жена с 1817 года Софья Степановна Апраксина, стацдама, внучка фельдмаршала А.С.Ф. Апраксина, известная пиковой дамой, княгиней Н.П. Голицыной. Учредительница дамского попечительства о бедных основала Комиссаровское техническое училище, участвовала в деятельности тюремных комитетов. Екатерина Алексеевна была замужем за Иларион Иларионовичем Васильчиковым. Генерал-адъютант Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор, член Государственного совета Григорий Алексеевич, выпускник С.П. Университета возглавлял цензурный комитет. Был председателем агрономического общества, в составе ополчения участвовал в обороне Севастополя. Был женат на Софьи Александровне Паниной, внучке графа Н.П. Панина, Ольга Алексеевна, фрелина императрицы Александры Федоровны, с 1847 года замужем за князем С.Ф. Голицыном, отставной ротмистер, трагически погиб на охоте У.В. Апраксина в селе Брас в Орловской губернии. Борис Алексеевич, Владимир Алексеевич, секретарь русской миссии в Штутгарте, действительный статский советник, саратовский губернский предводитель дворянства. Был женат с 1851 года на Марии Афанасьевне Столыпиной. Александр Алексеевич, окончил юридический факультет Московского университета, служил в Киросирском полку. Московский городской голова, был женат с 1855 года на Марии Павловне Мухановой, дочери историка и археографа П.А. Муханова. Редактор субтитров А.Муханова